Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, а самое главное уважаемые наши контрагенты. Как вы знаете, научно-прикладной центр АКМЭ уже более трех лет осуществляет работу, деятельность по сопровождению и обеспечению лиц опасных профессий в области психофизиологии. Существует административный регламент Ростехнадзора 721 и там прописано, что наряду с медицинскими обследованиями работники потенциально опасных ядерных, транспортных и иных производств должны ежегодно проходить так называемые психофизиологические обследования. По результатам медицинских осмотров оформляется справка о медосмотре по приказу 302Н. По этой справке живет вся Россия. И вот с недавнего времени, с недавних пор появился приказ номер 34С, который говорит о том, что необходимо совместно с терапевтом, офтальмологом, хирургом, психиатром и другими специалистами, которые смотрят ваших сотрудников на медосмотрах, проходить психофизиологические обследования. Методология и технологии таких обследований определена. Всего в Российской Федерации на данный момент существует 32 таких лаборатории, официально аттестованных городом Обнинском ОИТ Обнинским научно-исследовательским центром «Прогноз». Он выдает акты аттестации на такие лаборатории. Их всего 32. Соответственно, мы работаем уже 18 лет в этой области. Самостоятельное предприятие создано буквально несколько лет назад. И это видео посвящено, в общем-то, предстоящей работе на 2019 год. Обратите внимание, на данный момент стоимость одного обследования психофизиологической лаборатории нашей, в частности, дистанционно мы проводим эти услуги. У нас разработано специализированное программное обеспечение. Мы имеем на это программное обеспечение патенты Российской Федерации, авторские разработки, прямо настоящие патенты. И мы оказываем эту услугу дистанционно. Одно обследование на данный момент стоит от 8700 рублей. Но обратите внимание, очень важная приписка. Стоимость формируется на основе объема предполагаемых работ. Когда предприятие предполагает по-честному работать, оно обследует и стропольщиков, работающих на высоте, и операторов блочных щитов управления атомных станций, и, допустим, аппаратчиков, находящихся в кабинках, и лиц, добывающих ураносодержащие материалы, и лиц, транспортирующих эти материалы, предположим, капитаны кораблей, их старшие помощники, матросы, связанные с этими контейнерами, лиц, связанных с транспортировкой по железной дороге, когда грузы такие обязательно сопровождаются, и так далее, и так далее, и так далее. Нефтегазовая сфера, когда работники имеют и активно эксплуатируют при газобурении, при нефтебурении, используют приборы, содержащие в себе источники ионизирующие излучение, когда работников много, стоимость одного обследования составляет 8700 рублей. Но мы живем с вами в России, уважаемые контрагенты, соответственно, проходят у нас обследования до десятка, до пятнадцати человек, как правило. Это директор предприятия, главный инженер, его заместители, человек 5, 6, 7, значит, некоторые ответственные лица, там инженеры по эксплуатации, по транспортировке, самые разные лица, как правило, это, ну, десяток, может быть, 15-20 человек проходит такое обследование. При том, что административный регламент требует всех, то есть и рабочий персонал в том числе, это все определено приказом 233, проводить такие обследования в отношении рабочего персонала. Но об этом наши руководители, экономя средства, деньги забывают. Только делают обследование на себя, ну и на ниже нескольких, нескольких десятков человек, ниже себя стоящих. Одним словом, много человек стоимость низкая, мало человек, у нас стоимость высокая. Сейчас в среднем такое обследование у нас в лаборатории стоит на конец 2018 года 16200 рублей. Много это или мало судить вам, вашему предприятию, вашему руководству. Соответственно, в институте имени Мурназяна в Москве точно такое же обследование стоит 40 тысяч рублей. И по последним данным эта стоимость будет еще повышена. Сейчас у нас конец 2018 года записывается это видео. Наша стоимость, вот давайте я даже так пропишу, на данный момент составляет 16200. Кто успел, тот заключил с нами договора. Вот в конце года, в декабре у нас идет вал договоров. Значит, по этой цене, по цене 16200 рублей на 2019 год. С 1.01.2019 это стоимость нами, с учетом того, что происходит у нас в экономике, налогов, оплаты сотрудников, заработной платы, налогов прежде всего, будет составлять 27000 рублей. То есть, 16200 с первого числа, с кем мы сейчас заключаем договора в декабре месяце, получают эту услугу на протяжении года, да, то есть по стоимости 16200 за одного человека. Если это небольшое количество, до десятка человек, то в 2019 году, с учетом экономики, роста налогов, прямо скажем, заставляет меня записывать это видео, поднимать цены научно-прикладного центра, чтобы просто-напросто нам существовать и выживать. Соответственно, в 2019 году это будет сумма 27000 рублей за одного человека, даже я ошибся, наверное, это будет 27400 рублей бухгалтерами, экономист сегодня посчитал, вот назвал такую цену, стоимость, чтобы мы просто вышли на уровень выживаемости, чтобы мы могли заплатить все налоги и чтобы мы могли платить сотрудникам достойную зарплату. Вот такое вот краткое видео, соответственно, вот тот документ, который вы сейчас видите на экране, он находится в пакете с каждым нашим типовым договором, у нас на сайте размещены на главной странице, странице документы, размещены наши договоры, договора, как правильно я не знаю, хотя знаю, но шутка. Соответственно, вы можете скачать договор, посмотреть вот этот запрос стоимости прескуранта цен, мы выясняем количество предполагаемых обследований персонала, категории должностей, руководителей, инженерно-технический персонал, ИТР, так называемый рабочий персонал. Вписываете сюда свое контактное лицо, предположим, это там инженер по технике безопасности на вашем предприятии или кто-то отдел кадров этим занимается, оформляет пакеты документов на лиц, получающих разрешение Ростехнадзора. Там целый пакет документов, куда входит вот наша справка психологическая, медицинская справка, наша справка 34С, мы только их оформляем, справку 302Н оформляют медики с учетом нашей справки, то есть она прикладывается к справке 302Н и поставляется совместно в Ростехнадзор. Кто у вас этим занимается, отдел кадров, отдел техники труда и безопасности, ваш e-mail, телефон для контактов. Мы обсуждаем вопросы стоимости, озвученные мной вот только что сейчас, в зависимости от объема предполагаемых работ, количества обследуемых сотрудников. И, соответственно, заключаем договор, работаем официально, оформляем такие справки. На этом все. Благодарю вас за внимание. Будут какие-то вопросы, отписывайтесь под этим видео или же пишите на указанный вот здесь вот e-mail. Это мой личный e-mail brainru.gmail.com Благодарю вас за внимание и удачи вам!